Бог не отвечает на молитвы Чтобы нам вместе рассуждать, я прочитаю ту серию стихов, те семь стихов, которые сегодня уже читались Но именно в этих стихах и будут ответы содержаться на этот вопрос Иакова, 4 глава, с 1 стиха, будем читать до 7 Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть Припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да ревности любит дух, живущий в нас Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать Итак, покоритесь Богу, противостанете дьяволу и убежит от вас Друзья, интересно, что 4 глава начинается с резкого перемена тона До этого времени апостол писал довольно толерантное такое вежливое послание Где он указывал на недостатки верующих, но использовал мягкие выражения Здесь же очень резкое переключение тона Он начинает с такой категорической темы Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? То есть такое прямое обвинение, что это вы виноваты в ваших проблемах Эту же тему, друзья, в первой главе он поднимал намного проще Он говорит в 14 стихе и 13 В искушениях никто не говорит, Бог меня искушает Каждый увлекается, искушается, обольщаясь собственной похотью То есть та же самая мысль В вас сокрыты причины ваших проблем Если у вас есть трудности, не надо на Бога перекладывать свои проблемы, на обстоятельства Причина вас Но, друзья, в первой главе он это делает намеком таким, аккуратным выражением А в 4 стихе, в 4 главе он конкретно говорит, что проблема в вашем внутреннем состоянии В ваших вожделениях, которые воюют, он употребляет это слово Такая вражда внутри ваших членов идет Воюют в членах ваших Друзья, почему так? Видимо, апостол Иаков к этому шел, к этому стремился Может быть, даже это и есть центр его послания, в котором бы он хотел показать на основную проблему Которая имеется у этих людей Он открывает им глаза на их духовное состояние На то, что действительно у них происходит Вы знаете, друзья, это интересная картина Вот представьте себе вот этих верующих Если читать послание Иакова внимательно, то мы увидим, что это верующие, у которых были достаточно неплохие впечатления о самих себе Они, например, радовались, что у них очень правильные догматические понимания Они считали, что Бог един, и они хорошо, правильно веровали, и они этим утешались Они, в общем-то, давали советы другим людям Говоря, что им нужно делать, а что не нужно делать Иди с миром, грейся, питайся То есть их, как современное слово, риторика была достаточно такая вежливая Иди с миром, брат, грейся, питайся Внешне он производит впечатление хорошего человека Далее они учили друг друга Они друг другу говорили какие-то наставления Хотя апостол Иаков этого не одобряет И говорит, не торопитесь быть учителями Потому что у вас неправильное состояние Но вот это внешнее их положение Такое внешнее правильное состояние Оно оказалось только внешним Внутри у этих людей совершеннейшая пустота Совершеннейшее духовное разложение Эти люди, они враги Богу Так написано, они во вражде с Богом Их он конкретно называет прелюбодеями и прелюбодейцами Потому что они дружат с миром Дальше, друзья, в следующих главах Открывается еще более страшная картина Там описывается, что эти люди, оказывается Уча других людей, говоря хорошие слова Оставляя пожелания мира Они не платили деньги, когда кто-то у них работал Если у них работал человек, они ему не платили зарплату Друзья, и при всем этом они назывались верующими Друзья, и апостол Павел, когда уже переходит на их внутреннее состояние Прошу прощения, апостол Лаеков Он открывает это достаточно категорично Достаточно категорично Друзья, так часто бывает в нашей жизни Что мы больше следим за внешним Мы очень переживаем, кто бы о нас что подумал Как от нас скажут люди и так далее Но мы не совсем переживаем о том, что внутри нас происходит Я был однажды в одной семье Это было очень давно И я даже, честно говоря, не помню, в каком-то городе было Но яркий пример для меня был таким впечатлением Мы проснулись утром с братом Мы были в гостях вместе с одним братом В этой семье ночевали Утром проснулись и двинулись на кухню Как это и положено Утром на кухню, куда же еще идти Приходим на кухню, на кухне никого нет Тишина Ну ладно, тишина, ладно, никого нет Угла на столе ничего нет Вот это больше всего нас огорчило И скоро собрание, никто и не двигается в этом вопросе И вдруг, ну, хозяйка этой семьи Вот жена, она проходит кухню И вдруг она видит, что мы сидим на кухне Она говорит, ой, братья, а вы пришли кушать? А у нас по воскресеньям мы никогда не кушаем У нас пост, вечеря, мы так принято Но если вы хотите, мы сейчас сразу вас накормим, простите Ну, конечно, мы тут засмущались Потому что, возможно, мы даже потеряли в их глазах Потому что мы хотели есть во воскресенье Вот, кстати, в первоапостольской церкви воскресенье нельзя было есть Потому что это воскресенье, это праздник радостный такой Вот, ну, я им объяснил И так далее И вот, знаете, она засутилась, засутилась Но сами они не стали есть Ну, мы тоже отказались, конечно Сказали, не надо, пусть собрание поедим Ушли И вот они переживают о том, чтобы не покушать воскресенье Потому что пост Но случилась такая ситуация Что мы оказались свидетелями сильной ссоры Между мужем и женой в этот же воскресный день Перед собранием То есть они не покушали, они в посте Но они сильно поссорились из-за того Ну, я, честно говоря, не знаю из-за чего Но у них была сильная ссора И вот, друзья, я не осуждаю их ни в коем случае Ссоры бывают в разных семьях Я просто привожу пример Что бывают ситуации, когда человек Внешне благочестив Внешне хорош Но внутреннего духовного состояния Оно совершенно иное И он почему-то И мы с вами в таких ситуациях бываем Мы не придаем этому большого значения Нам кажется, что все нормально Все хорошо Но апостол Лайков открывает ему внутреннее состояние Говоря на то, что вот эти все проблемы Которые есть у вас Они исходят из нашей внутренности И самое интересное, друзья Что какие проблемы Ну, там разные проблемы Это нарушение личных отношений Между ними нет личных отношений Это нарушение отношений с Богом Это нарушение внутреннего покоя Это много разных проблем Но одна из проблем Это то, что Бог не отвечает на молитвы Он говорит, просите и не получаете Друзья, то есть бывает состояние человека В котором он находится в этом состоянии И это состояние препятствует Богу отвечать на молитвы этого человека Препятствует Богу Друзья, бывают причины, почему Бог не отвечает на молитвы Совсем другие Бывают самые лучшие, благочестивые люди Ждут долго ответа на молитву Потому что Бог так запланировал Это другие причины, рассматриваемые в других текстах Но в послании Якова рассматривается текст Что причина, а не ответа Бога на молитву Это причина, касающаяся их внутреннего состояния Давайте мы посмотрим на этот текст более подробно И посмотрим на несколько причин Их всего три, я здесь отметил Нет, четыре причины, почему Бог не отвечает на молитву И первая причина, она описывается в третьем стихе Очень ярко, там прямым текстом Просите и не получаете Потому что просите не на добро То есть просьба христиан О молитве к Богу Она не была доброй просьбой Она не была направлена на добро Кстати, это довольно удивительный текст Потому что я не знаю людей Которые просили бы не на добро Все люди, они просят только то Что они считают добрым И вот в этом-то и есть ключевая проблема Они считали это добрым Они считали это полезным Но в Божьих глазах это не было добрым и полезным И Бог этого людям не давал Некоторое время назад я прочитал об одном ужасном случае, друзья Который случился в России Этот случай до сих пор тревожит мое сердце Он касается одного молодого человека Я, конечно, не знаю эту семью Никого не знаю, неверующие люди Они в газете написали Один молодой человек, лет 18-19, наверное Ехал на автомобиле с большой скоростью Молодости присуще пренебрежения опасностью Да, он ехал с большой скоростью на мотоцикле Не справился с управлением Вылетел с дороги Врезался в какую-то вещь, ограждение, что ли И разбился насмерть Ну, друзья, очень печальная ситуация Но таких ситуаций много Чем она меня поразила? Дело в том, что Мотоцикл, на котором ехал молодой человек Был куплен ему, его родителями В кредит Друзья, и я просто с ужасом Представил себе в голове Как отец этого молодого человека Уже после похорон Пойдет в банк В марте месяце В апреле месяце В мае В июне И еще два года Каждый месяц он будет ходить в банк И отдавать деньги За вещь, которая убила его сына Представьте эту картину, друзья Каждый месяц Несколько лет Он будет отдавать деньги За ту вещь, которая убила их сына Друзья, я не думаю, что это Вообще можно перенести Это чрезвычайно тяжелое испытание для родителей Осознание того, что ты своими руками Купил ребенку вещь, которая его погубила, друзья Это может заставить человека сойти с ума Конечно, я не виню этих родителей Они не планировали этого сделать Но так получилось И это очень большое бремя для них, я уверен Друзья, Бог очень любит человека Он его любит настолько Что он никогда Ничего человеку не сделает плохого Даже если человек будет его сильно об этом просить В глазах многих людей Благо, которое они себе представляют Оно совершенно не настоящее благо Которое им нужно И сколько молитв, друзья Раздается Богу Со стороны людей, исходящих из их Не до конца верного сердца Исходя из их внутренности Не до конца посвященной Богу И они считают, что для них благо именно вот это Или вот это Они просят Бога Они даже обижаются на Бога, что Бог им не дает Они огорчаются на Бога, что Бог медлит отвечать им на эту молитву Они просто не понимают То, что они просят, это не является благом для них Это будет им во вред Друзья, Бог любящий Он знает нас очень хорошо Он нас очень любит И Он никогда Ни при каких условиях Не даст нам того, что принесет нам вред Друзья, я не говорю сейчас о вреде физическом Хотя это тоже Но больше здесь идет о речь О времени Или о проблеме О каком-то вреде духовном Вы знаете, врачи Врачи, вот я был в больнице много раз И по разным обстоятельствам Сам лежал И у меня мама лежала в больнице И посещал других людей И приходилось общаться с врачами И вот интересная ситуация Попадает, например, врач Попадает больной в больницу И понятно, что врачи Любые врачи, они понимают Что любой орган у человека Он очень важен И они борются за сохранность любого органа Но если вдруг ситуация Что какой-то орган Угрожает жизни человека То для врача У него высшей самой ценностью Является спасение жизни Врач никогда не будет задумываться Правильно он делает или нет Потому что он уверен, что он делает правильно Если, например, на ноге гангрена Он отсечет эту ногу Потому что иначе человек умрет Пусть человек будет жить без ноги Но он будет жить Для врача это важнее всего Лишь бы человек жил Иногда бывают случаи Когда пациенты говорят Зачем мне без ноги жить? Лучше я умру без ног или без рук? И врачи все равно оставляют Сохраняют ему жизнь И он Впоследствии даже благодарят Врачей Говорят Да, лучше без ноги Лучше без руки Но я жив Вот высшая ценность Для врача является жизнь Вот что является Высшей ценностью для Бога? Для Бога Высшей ценностью является Вечная жизнь христианина Вечная жизнь человека Его душа Его будущность, друзья И поэтому Если вдруг В этой жизни Нужно что-то отсечь у человека Нужно чего-то его лишить Что-то ему не дать Потому что вот то, что это ему дадут Или то, что ему сейчас У него сейчас имеется Оно повредит его вечной жизни То для Бога нет вопросов Он очевидно Однозначно это отсечет Или уберет это Или не даст это Потому что это Мешает вечной жизни Друзья, Бог нас любит И поэтому Он Никогда не сделает Ничего того Что помешает нам Вечности Вы знаете, друзья Христос сказал такие слова Из всех, кого ты мне дал Я не погубил никого Многие наши запросы Они вредят нашей душе И я скажу, друзья Что если человек Попадет в ад То в этом не виноват Бог То есть ничего Со стороны Бога К нам не пришло Что может Повлечь нас в ад Написано Всякое даяние доброе И дар совершенный Нисходит свыше от Отца Света То есть только даяние доброе Только дар совершенный Поэтому, друзья Если мы просим И Бог нам не отвечает Если мы просим еще раз И Бог нам не отвечает Возможно, это может повредить Нашу душе И Бог просто не хочет Это отдавать И не даст Это такое бывает Не только у слабых христиан Это бывает даже у сильных верующих Например, апостол Павел Но по преданию По некоторым признакам Которые записаны В Священном Писании Можно предположить Что у него были проблемы С глазами Он плохо видел Скорее всего Можно предположить Или болели глаза Или плохо видел Потому что в послании Галатам Он пишет Вы готовы были очи Мне свои отдать В другом послании Он пишет Я большими буквами вам пишу То есть как бы вот Видимо у него были проблемы Со зрением И это его утомляло Угнетало И он Однажды он подумал Апостол Павел Если бы у меня было хорошее зрение Я бы намного лучше совершал служение У меня было бы больше возможностей Мне не нужно было бы Испытывать трудности Он называет это ангелом сатаны Который его удручает Друзья, вот это слово Удручает Говорит о том Что у апостола Павла Были переживания Не только доставляет неудобства А оно вводит его в состояние уныния Удручает его И апостол Павел Близкий к Богу человек Очень близкий к Богу человек Он молится Господу И просит удалить это Но Господь не отвечает Он второй раз просит его удалить И Господь второй раз ему не отвечает Он третий раз просит И Господь ему отвечает И говорит Павел Я не уберу это Почему? Это нужно для твоего смирения Чтобы ты не возгордился Через тебя Бог особо действует Через тебя Чрезвычайные откровения Бог посылает людям Ты знаешь столько Сколько не знают Даже другие апостолы И чтобы твое сердце Не возгордилось Вот поэтому нужен Ангел сатаны Который будет тебя удручать Друзья, даже Опытнейший Близкий к Богу апостол Не сразу понял эту мысль Он не сразу догадался О том, что Зрение, которое ему не хватает Оно может принести ему вред Он не сразу это понял И он молится, друзья И потом он получает От Бога ответ То есть И в нашей жизни Мы можем быть уверены Вот казалось бы Какая связь между Зрением и гордостью Какая связь между Хорошими глазами И вечной жизнью Какая связь Но нельзя ее понять И если бы, например Апостол Павел Был бы ниже духовно Он мог бы жаловаться Сказать Ну вот, я Бога прошу Он мне не отвечает Почему же так Я уже два года прошу Несколько раз молился И с помазанием И он мне не отвечает Почему? Ну апостол Павел Был ближе к Богу Он получил ответ Друзья Он понял Что это бы во благо ему Если бы Бог ответил На его молитву Это было бы не во благо Итак, друзья Первый момент Почему Бог не отвечает На наши молитвы Просите Не на добро Просите Не для того Чтобы это было Чтобы это послужило Вам к пользе Вы не понимаете Этого сами Вам кажется Что это все нормально На добро Все хорошо Но это не на добро Ну вот допустим, друзья Человек просит деньги Господи, дай мне много денег Ну Бог действительно Может дать много денег Но иногда Бог смотрит на человека И думает И знает Не думает, а знает Что он никогда Не пройдет испытания Деньгами Деньги погубят его И он не дает ему В русском языке Есть такая пословица Знаете Бодливой корове Бог рога не дает Знаете Такое Вот Оно в какой-то мере В какой-то мере Так и есть Вот Бог же знает Что нам вредит И он Любя нас Это не сделает Друзья Еще один момент Который я хотел Обратить внимание В этой же самой мысли То есть первая моя мысль Просите Не на добро То есть Это не принесет вам Благо Но вот в этой же Самой мысли Второй подпункт Апостол Иаков На это акцентирует Внимание Просите Не на добро А чтобы употребить Для ваших вожделений Вот слово вожделение Оно имеет То же самое значение Что и слово желание Желание Вожделение Фактически это одно и то же Разница в том Что желание Это хорошее желание А вожделение Оно греховное И вот Исходя из греховного сердца Человек просит И как нам уменьшить Количество Неотвеченных молитв Нам нужно Больше познавать Бога Чтобы у нас Меньше было вожделений Друзья А вот вторая мысль В этой же отрывке Которую я как раз Хочу к ней перейти Просите для вожделений Ваших Не на добро Вообще Вот четвертая глава Она открывает Проблему взаимоотношений А мы об этом еще поговорим То есть у них Проблема взаимоотношений И вот человек просит Но просит То что не принесет Пользы окружающим Не принесет пользы В церкви Не принесет пользы Другому человеку То что он просит Может быть тебе будет неплохо Но от этого будет плохо другим Например знаю одного Человека Который Который Сестра одна Которая Прокляла другого человека Неверующего Она ему сделала Несколько замечаний Он там Не сильно хорошо себя вел А потом она говорит Вот я помолюсь И ты умрешь А я говорю А я рядом Он не умрет Почему Ну бог не хочет Смерти грешника Так написано Она говорит А он меня Ну как бы сказать Вот Достал так скажем Прошу прощения За эти слова То есть Вот он все Не могу его терпеть Я помолюсь И он умрет Друзья Вот какая Та же самая мысль Ты просишь не на добро Не на добро Ты просишь Не на то Чтобы было хорошо Ты просто Для своих вожделений Просишь Вот тебе не понравилось Тебе неудобно Ты попросил Просишь Не на добро Друзья Вот это важная мысль Вот одна Одна сестра Ну Не в этом лагере находится Поэтому не думайте на кого Это далеко-далеко И вообще там Другой планете Друзья Чтобы никто Никто не думал Она Говорит Почему Бог Не отвечает На мою молитву Я хочу замуж Вот Бог не отвечает На мою молитву Вы знаете Я чуть не сказал Потому что Бог очень Любит того брата И всех братьев Вместе взятых И он никогда Не ответит на твою молитву Потому что Ты просишь Не на добро Ничего доброго Из этого брака Не будет Друзья Я конечно не сказал Я смирился Но я знаю Эту сестру И я вот думаю Вот она просит Просит замуж Хочет Молится А Бог не отвечает Почему А ведь правда А что доброго Доброго получится Из этого брака Где сестра Командир Где абсолютно Несмиренная Что доброго Будет из этого брака Ты просишь Не на добро Не будет из этого Чего хорошего Ты должна Измениться Ты должна По другому Себя вести Ты должна Жить так Чтобы у тебя От твоего жизни Была польза Другим людям И Бог ответит Твою нужду Друзья Вот так написано В Библии В некоторых текстах Написано Что проявление Духа на пользу Да Или написано Обогатяться На пользу Церкви Вот мы очень часто Просим для себя Мы хотим Чтобы вот у нас Была Вот знаю Одного брата Который молился Богу Чтобы Бог Ему дал транспорт Чтобы в церкви Служить Многие люди Так молятся Господи Пошли мне машину Чтобы я в церкви Мог служить Но на самом деле В их сердце Нет такого Чтобы в церкви Служить И ездить по своим делам А у этого брата Искреннее было желание Чтобы служить в церкви Чтобы возить людей Чтобы там Есть некоторая группка Которая живет В нескольких километрах От дома молитвы Чтобы за ними ездить И Бог ему дал транспорт И он ездит И возит На добро На хорошее что-то Я уверен Что эти люди Друзья Они молились Они просили Бога Или чтобы наказал Бог Вот этих вот Их противников С кем они в ссоре Или чтобы что-то себе получить Или что-то такое Друзья Но в любом случае Это не было Направлено на благо На благо На благо того Чтобы было хорошо Поэтому друзья Заканчивая Вот этот раздел Вы не получаете Потому что Просите не на добро Я повторю друзья Что этот раздел Состоял из двух частей И первая часть Заключается в том Что часто Мы не знаем Что нам хорошо Что плохо И мы просим И мы не получаем Потому что Бог знает И он не дает это Потому что Это приведет нас К каким-то проблемам К каким-то трудностям Главным трудностям В вечной жизни Вот главное Это повредит Нашей душе И Бог этого нам Не дает Из-за своей великой Великой любви Вторая мысль Что это не принесет пользы Окружающим Это не принесет пользы В церкви Это то Что ты просишь Оно не будет хорошо Для всех Дальше друзья Апостол Иаков Открывает Следующую мысль Почему Бог не отвечает На молитвы Она вытекает Из предыдущей И это записано В четвертом стихе Итак давайте Прочитаем Третий стих Просите И не получаете Потому что Просите Не на добро А чтобы употребить Для ваших вожделений Четвертый стих Прелюбодеи И прелюбодейцы Не знаете ли Что дружба с миром Является Есть вражда Против Бога И так Кто хочет быть Другом миру Тот становится Врагом Богу Вот эта Вот эта Вот эта формулировка Или вот это выражение Не знаете ли Оно и в русском языке И в оригинальном Гереческом тексте Оно нас как бы Отсылает к предыдущему тексту Это продолжение Той же мысли И здесь Мы скажем О ней отдельно Здесь напоминается В этом тексте Друзья Напоминается О войне О том Что идет Вражда Идет война Эта война Идет между миром Между грехом Между чем-то Плотским И между Святым Между Божьим Между Небесным Церковным Идет Постоянное Противопоставление Постоянная война Постоянное Идет Такое Такое Военные действия Друзья Они касаются Нашего духа Написано Дух плоти Противится В нашем естестве Постоянно Идет вот эта борьба Каждую секунду Каждый час Находясь на этом собрании Куда бы мы ни пошли Друзья В каких бы обстоятельствах Мы ни находились Здесь наш дух Желает одного Угодного Богу Наша плоть Желает того Чтобы было легче И плоти И согрешить И так далее И так далее И вот здесь Об этой войне Напоминается Друзья Это важное напоминание Потому что Часто христиане Забывают о том Что это война Мы на этой земле Не на курорте Находимся И не отдыхаем И мы на этой земле Находимся в состоянии Постоянной войны Потому что Мы представители неба Но живем здесь В этом мире Христос говорит Я в своей Первосвященнической молитве Он молится и говорит Что Господи Отец Я ухожу Я своими словами Но они то в мире И мир ненавидит их Потому что Я им открыл слово И потому что Они от меня И мир их ненавидит Как ненавидел меня Друзья То есть Это действительно так и есть И к огромному сожалению Христиане часто Об этом забывают Расслабляются Считают Что можно как то Примириться Между двумя сторонами Найти компромисс И белый флаг выкинуть Друзья Нет Война идет И война серьезная Но представьте ситуацию Представьте ситуацию Вот идет война Настоящая война Две армии Ну например Французская армия Наполеона Русская армия Или там во время Великой Отечественной войны Неважно какая война Вот две армии Воюют И воюют Не на жизнь А на смерть И вдруг Один из офицеров Одной армии Он переходит К другой армии Представьте эту картину Переходит Перебежчик Дезертир Предатель Как называют В любом народе Таких людей И вдруг Он там побыл Да Он там Открыл все секреты Той армии Открыл все планы Стал им служить Потом Как будто бы Ничего не произошло Он возвращается К своей армии Предыдущей Говорит Вы знаете Я-то теперь служу там Я там нахожусь Ну у меня такая просьба У вас тут вообще Хорошие Например Какие-то конфеты Продаются Давайте Подарите мне Я вернусь туда Ну как на нее посмотрят Друзья Это же невозможно То есть Невозможно Обращаться За помощью Вот к этой армии Если ты Дезертировал туда Ну или Представьте Конечно Это самая страшная Картина Которая есть Наверное в жизни Семья распадается И муж уходит От семьи В другую семью Например К другой женщине Да В другую семью А потом Как ничего не было Приходит домой Говорит Свои предыдущие Смотри мне борщ Я есть хочу Ну Если он не получит Половником Да То это будет уже Большое достижение Друзья То есть Это так не делается Так не происходит Так не должно быть Апостол Иаков Он кстати В этой главе Несколько фраз Употребляет Которые нас как раз К семейной тематике Вот так относят Прелюбодей Прелюбодейцы Например Да Это как раз Те люди Которые оставили Свою семью Ушли в другую семью Он Это называется Прелюбодей Прелюбодейцы Дальше он говорит Ревность Божья То есть Ревность Божья И он называет Вот этих людей Людьми Которые ушли От Бога В этот мир Они идут к миру Они идут к тому врагу Которого Который Бога ненавидит Этот мир ненавидит Бога Он клевещет на Бога Он ругается Богу Он противен Богу Друзья И вот Бог во вражде С этим миром И вдруг мы уходим К этому миру Мы идем туда Мы живем там Мы служим этому миру А потом мы идем к Богу И мы говорим Господи У нас тебе просьба Пожалуйста Вот у меня на работе Проблемы Ты устрой И апостол Аква говорит А вы разве не знаете Разве вы Не понимаете Что Если вы дружите С миром То вы автоматически Становитесь Врагом Богу О какой просьбе Идет речь Вы во вражде С Богом Разве вы Этого не понимаете Разве Это вам непонятно Ну я привел пример С армии Понятно Привел пример С семейной жизни Понятно А с Богом Вам разве Это непонятно Друзья Вы знаете Многие христиане Они живут таким образом Как будто бы Им это непонятно Они вполне нормально Могут жить Мирской жизнью Вполне нормально Допускают в своей жизни Разные грехи А потом абсолютно нормально Опускаются на колени Молятся Богу И они удивляются Почему Бог им не отвечает Друзья Ну разве вы не знаете Что дружба с миром Это вражда против Бога Это не просто Какое-то Ну мимолетное Такое знаете Ну такой недостаток Какой-то еще что-то Это вражда То есть вы становитесь В число Той армии Которая воюет Против Бога Вы там теперь находитесь О какой просьбе идет речь О чем вы просите Есть много текстов По этому поводу Ну вот например Иисус Навин Третья глава Пятый стих Этот текст очень известный Наверное Самый известный текст Я по крайней мере Когда слушал проповеди Михаила Ивановича Хорева Очень сильно Мне эта проповедь запомнилась Именно вот на этот текст И сказал Иисус народу Осветитесь Завтра начнет Господь Творить чудеса Сотворит Господь Среди вас чудеса То есть Вы хотите Чтобы Бог Чудеса в вашей жизни творил Хотите Осветитесь Ну что такое Осветитесь Что это значит Уйдите от мира Удалите мир Из своей жизни Из своих помыслов Из своего сердца Из своих обычаев Из своих взглядов Из своих отношений Уберите мир Осветитесь Вот тогда Завтра Начнет Бог Творить чудеса Но мы не хотим Освещаться Мы хотим Жить как хотим А Бог чудеса Не будет творить Потому что Он своим это делает А не представителем Чужой власти В этой армии Выйдите оттуда Друзья Интересно Иов Третья глава Третья глава Третья первая глава Первый стих Вот смотрите Третья первая глава Первый стих Иов Какой интересный текст Завет положил я С глазами моими Ну то есть Он договорился С глазами Глаза Давай договоримся Правый глаз Ты согласен Левый согласен Договорил с глазами О чем договорился Иов с глазами своими Я не буду Помышлять О девице Ну кстати Очень интересно Разве глаза Помышляют То есть Он договаривается С глазами Чтобы не помышлять Ну глаза Могут сказать Иов Ты меня извини Но я даже думать Не умею Я глаз Я смотреть могу Ты договорился С умом Но Иов Прекрасно понимал Что Вот здесь Мысли приходят От того Что здесь И он договорился С глазами Чтобы не смотреть Куда не нужно смотреть Чтобы не помышлять О том О чем не нужно помышлять Кстати Это параллельная мысль Она очень важная Для молодежи Если вы Не можете Победить Своих мысленных Искушений Каких-то Да В разных сферах То вы проверьте Куда смотрят Ваши глаза Возможно Ваши глаза Смотрят туда Куда не нужно смотреть И поэтому Приходят мысли Которые не должны Были приходить Это очень Очень частая зависимость Так вот Друзья Почему Почему Иов вообще Об этом говорит Он говорит Завет Я положил С глазами моими Чтобы не помышлять О девице Почему Дальше Друзья В 14 стихе Он говорит Там целый Целый ряд Стихов Очень интересных У нас нет возможности Рассуждать о них подробно Масса мыслей Интереснейших Но заключает Это все 14 стих Что бы я Что бы я Стал делать Когда бы Господь восстал Бог восстал И когда бы Он взглянул На меня Что бы я Ему отвечал То есть Друзья В этих 13 стихах Иов Рассказывает О своей Позиции Чистоты Он хочет быть Чистым Он хочет быть Отделен От этого мира Он хочет быть Отделен От разного Рода Греха Пухоти плоти Плохоти очей Гордости житейской Он хочет быть От этого подальше Почему Потому что Он знает Что если Это не стараться В этом вопросе Если в этом вопросе Не проявлять усердия То когда Бог на меня взглянет Что мне ему сказать Что я ему буду отвечать Друзья Когда мы Стоим на колени И молимся Богу То давайте Мы спросим Себя А мы Насколько Мы хотим Быть святыми Конечно Друзья Я скажу сразу Не надо смущаться Если в вашей жизни Что-то не получается Никто не свят Никто не свят Совершенно И апостол Павел Говорит Я стремлюсь Я хочу достигать Еще не достиг до конца Друзья Здесь не идет речь Об абсолютной святости Здесь идет речь О стремлении О стремлении Жить чисто О стремлении Жить свято О стремлении Не соприкасаться С этим миром О стремлении Уподобляться Богу О стремлении Быть тем С теми Которые Святые К святым Которые на земле К дивным Все желание Мое Вот эти стремления Друзья Они показывают На чьей мы стороне И если мы не на этой стороне Если мы дружим с миром Друзья Да можно попасть Под влияние мира Но дружба с миром Это иметь Общее с этим миром Иметь с ним Что-то Вот такое Соединенное Это совершенно Противо Естественно Богу И поэтому Друзья Наша чистота Наше стремление Быть святым Стремление Быть с Богом Стремление Отдаляться От мира Это залог Успешной молитвы Бог не отвечает Человеку Который Перекинулся В другой стан Не хочет отвечать Так и написано Что Молитва Нечестивого Кто помнит Продолжение Мерзость Друзья Вот есть Вот вспомните Что-нибудь такое Давайте эксперимент проведем Каждый из вас Вспомните Что-нибудь такое Что для вас мерзость Я вот Помню О египетских казнях Говорил И когда жабы Из реки вышли Помните там И вот они Жабы из реки вышли И они вошли В дома И в постели И в квашни То есть Вот человек Там Женщина пекла Муку Да Там это делала Тесто Жаба упала Все запекла Там Все вот с этим И вот я так увлекся Рассказом об этих жабах Смотрю Одна сестра Закачала Сейчас сознание потеряет Увлекся Рассказом о жабах Вот друзья Вот что-то есть мерзкое Вот мерзкое Это не просто неприятное Это то Что вот прям Вызывает отвращение Такое вот знаете Вот не хочется С этим рядом находиться Вот хочется В другую сторону уйти Да Вот чтобы даже Вот рядом Чтобы ни запаха Ни вида Ничего этого не было Вот это мерзость Вот мерзость Такое что-то Вызывает отторжение Какое-то Знаете друзья Вот Господь Про Господь написано Вот для него мерзость Молитвы нечестивого Вот ему это неприятно Ему это не нравится Почему? Да потому что Нечестивого молитва Друзья Еще один момент Про апостол Лаеков Тоже пишет Кстати это интересный момент Такой возможно Вы не знали Вот Написано Признавайтесь Друг перед другом В проступках И молитесь Помните да? Когда вот человек заболел То молитесь Друг за друга Признавайтесь Друг перед другом В проступках И молитесь И дальше написано Многое может Усиленная молитва праведного А кто праведный? Где взять этого праведного? Выписать откуда-то да? Праведный Ты приехал И прийдите Помолись Друзья Вот тут Логика какая? Признавайтесь Друг перед другом Признавайтесь Друг перед другом То есть Очищайтесь Многое может Усиленная молитва праведного То есть Становитесь праведными И ваша молитва Будет иметь силу То есть Иногда люди молятся Например Об исцелении А исцеление не получают Почему? А их молитва Бессильная Они неправедные Они грех свой Не исповедали Они с грехом своим живут Как помните Этот же фараон Сказал Ему Моисей спрашивает Когда этих жаб убрать? А фараон говорит Завтра убери Да? Вот завтра Сейчас я еще Проведу с ними Какое-то время Друзья То есть Вот это важная мысль Праведный Это тот Который признается В проступках своих Очищает свои грехи Вот он праведный И его молитва Может многое Если мы неправедны Наша молитва Многое не может А если мы нечестивые То наша молитва Вообще мерзость Перед Богом Поэтому друзья Давайте мы проверим Нашу жизнь И узнаем Самых себя Не знаете ли вы Что дружба с миром Это вражда против Бога Не знаете ли вы этого? Давайте мы напомним себе это Давайте мы Отметим конкретно Что вот есть Два враждующих лагеря И мир Это вражда против Бога И если кто с миром Тот становится врагом Бога Друзья Еще два момента Может быть не так подробно Третий момент Здесь написано О гордости Друзья Где это написано? Так конкретно сказано Но тем больше Удает благодать Поэтому и сказано Бог гордым Противится Друзья О гордости Очень много Можно говорить Но гордость Это Та причина По которой Бог тоже Не отвечает на молитву Бог гордым Не помогает Бог гордым Не отвечает на молитву Бог гордым Противится Он идет против них, против того, чтобы помогать этому человеку. Почему Бог гордым противится? Друзья, может быть, мы не до конца понимаем проблему гордости, но она очень глубокая, эта проблема гордости. Дело в том, что когда-то Иоанн Креститель сказал такую фразу, ему должно расти, а мне умоляться. То есть давайте представимся вот эту шкалу, вот такая шкала, вот здесь написано «Я», «Гордость», здесь написано «Бог». И вот такой, знаете, ползуночек такой, удаляясь от «Я», мы приближаемся к Богу, удаляясь от Бога, мы приближаемся к «Я». Они на разных концах, невозможно вместе это делать, то есть невозможно быть гордым, благочестивым христианином. Можно быть или гордым, или благочестивым. И вот в жизни христианина должен происходить процесс, когда его «Я» уменьшается, ему должно расти, а мне умоляться, а Божье увеличивается. И вот в этом случае Господь расположен к таким людям, потому что мы идем к Богу. Если мы идем от Него в сторону себя, в сторону своих вожделений, в сторону своего самомнения, своей гордости, своей спесивости, своего такого, знаете, вот как написано в словаре «Гордость» — это чрезмерное высокое мнение о самом себе. Вот когда мы в эту сторону идем, то, друзья, конечно, Бог нам начинает противиться. Он не отвечает на наши молитвы. Яркий пример этого состояния — это Саул. Вы знаете, это очень интересный случай, когда Саул, он начал гордиться. Когда-то ему Самуил сказал, Саул, немалым ли был ты в глазах своих? Немалым ли был ты? Да, Саул был малым в глазах своих. Да, он о себе думал скромно. Представьте себе, друзья, его избирают на царство Саула, а он прячется в обозе. Он стесняется быть царем. Вот потом, представьте эту картину, помазали его на царя. Помазали на царя, там возложили корону. Ну, конечно, этого не было, я, знаете, утрирую. Мантию там дали, трон. А помните, куда он пошел после того, как его помазали в царе? Пахать на поле свое. Вот такой царь. Вы помазали меня на царе, да? Все, процедура закончена, да? Ну, пошел, ладно, пошел пахать. Все, закончилось. Друзья, то есть вот такой царь. А потом, а потом прошло время. Он начал завидовать Давиду, ревновать. А почему это ему дали 10 тысяч, а мне тысячу? А может, ему царство отдадут? Он начал переживать по этому поводу. А потом он пошел пути дальше, дальше, дальше гордости. И его сердце возвеличилось. И потом, в конечном итоге, Бог его оставил. И вот приходит ситуация. Приходит ситуация. На Саула, да, на Саула нападают филистимляне. И он не может получить от Бога ответ. Никак не может получить. Бог ему на молитвы не отвечает. Тогда он вызывает Самуила. Друзья, это спорный текст. Настоящий Самуил или нет, это в данном случае не так важно. И в первой книге Параллель Паминон, 28 глава, он беседует с Самуилом. И вот слушайте, как он ему говорит. «И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня. И более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Поэтому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что делать. И сказал Самуил, «А для чего ты спрашиваешь меня?» «И когда Господь отступил от тебя и сделался тебе врагом?» Почему Господь сделался врагом? Потому что Саул был гордым. И, друзья, знаете, гордый человек, он часто думает, что он в Боге не нуждается. Вот гордый человек, он, знаете, я, я такой, знаете, вот у него все нормально. И какое-то время в его жизни, как и в жизни Саула, достаточно долгое время все было хорошо. Да, он был гордым, да, Бог от него отступил, да, Самуил уже умер. Да, в общем-то, особого общения с Богом нет, но все равно в жизни более-менее все нормально. Но вдруг в какой-то момент времени проходит серьезнейшая проблема. В его жизни это были филистимляне. В жизни другого человека это может быть болезнь, или трудности финансовые, или какие-то тяжелые обстоятельства, связанные с чем-то другим, мы не знаем. Но пришли трудные обстоятельства. И Саул говорит, я уже не справляюсь. Да, я думал, что я такой важный, я думал, что я такой сильный, а оказалось мне трудно, мне тяжело. Он говорит, тяжело мне очень. Кстати, эти же самые слова сказал Давид однажды, тяжело мне очень. Вы помните, в каких обстоятельствах? Когда Господь ему предложил три наказания, он посчитал народ, и три наказания было предложено. И он такие же слова говорит, тяжело мне очень. Но Давид говорит, лучше я впаду в руки Господа. А Саул не может этого сказать, потому что он не может впать в руки Господа, потому что он стал врагом Богу из-за своей гордости. И он спрашивает через пророков, пророки не отвечают. Он надеется получить от Бога ответ во сне, Бог не отвечает. Он молится, а Бог молчит. Почему? Потому что Саул гордый, несмиренный, и Бог не хочет с ним разговаривать. Он обращается к Самуилу, казалось бы, мудрому человеку. А Самуил говорит, а зачем ты меня спрашиваешь, если Бог не хочет с тобой разговаривать, и я ничего не скажу. Друзья, и я знаю много случаев, когда гордые люди, которые думали о себе много, в какой-то момент времени оказывались в ситуации, когда говорили, мне тяжело, а я не знаю, что сделать. Бог не отвечает на мои молитвы. А что сделать? И апостол Иаков советует, смиритесь пред Богом, смиритесь. Друзья, я не буду подробно об этом говорить, потому что для каждого свое смирение. Для кого-то смирение в том, чтобы у родителей попросить прощения за свою жизнь. Для кого-то смирение, чтобы в церкви встать и сказать о чем-то. Для кого-то смирение выйти сюда и покаяться, и преклонить колени, и сказать, Господи, прости меня за грехи мои. Для кого-то это смирение. Для кого-то, друзья, для каждого смирение свое. Каждый знает, в чем он гордый. Друзья, но если мы не смиримся пред Богом, то когда-нибудь мы придем к состоянию, когда Бог скажет, не хочу с тобой разговаривать. Не буду с тобой разговаривать. Бог гордым противится. Но смиренному человеку, написано, тем большую дают благодать. Друзья, вот у Бога такое любвеобильное сердце, что если человек смиряется, он ему не говорит, ну ладно, ты смирился, но так и быть. Мы тебя прощаем, я тебя прощаю. Где ты там? Постой подальше. Вот последний пример из этого раздела, я перейду к последнему разделу. Вы помните, друзья, послание семи церквам? И в конце каждого послания есть награда. Побеждающему дам вот это, побеждающему дам вот это. Вы помните, кому самая ценная награда была предложена? Ну вот в моих глазах, по крайней мере, или в ваших. Самая ценная награда, как я понимаю, была предложена Лаодикийской церкви. Побеждающему дам сесть на престоле со мной. Друзья, церкви, которая больше всего была проблемная, которая вообще была в состоянии теплости, и Христос стоял за дверью, он им сказал, покайтесь, смиритесь. И он не сказал, раз смиритесь, может быть, мы подумаем, и может быть, мы еще, ну как-то получше. Нет, смиришься, на престоле со мной будет сидеть. Смиренный человек, Бог его возносит выше всего. Гордый человек унизится. Друзья, вот Бог не отвечает в молитвах гордым. Не отвечает. Можно молиться, вот фарисей, например, молился Богу. В нашем русском синодальном переводе написано, и мытарь пошел более оправданным, чем фарисей, да? Но в других переводах там написано, что и мытарь пошел оправданным, а фарисей нет. Я думаю, что это может быть более правильная мысль, потому что действительно фарисей не был оправданным. Он молился Богу, но молитва не услышана Богом. Потому что он был очень гордым, он унижал других людей. Мытарь, он стоял вдали, он даже глаз не смел поднять на небо. Но он сказал, Господи, я грешник. И Бог его оправдал. Бог любит слышать молитвы смиренных. И Бог не любит слышать и не слышит молитвы гордых. И я еще раз скажу, друзья, гордость, она у каждого своя. У каждого в своих каких-то моментах. В каких-то моментах мы можем нормально, а в каких-то моментах у нас гордость большая. И нужно это, друзья, обязательно с этим бороться. Гордость – это то, что приводит на состояние вражды с Богом. И давайте всегда помнить о Сауле, который попал в очень трудные обстоятельства, а Бог ему не отвечал. Даже несмотря на то, что он его просил. И последний момент, друзья, который я хотел отметить. В чем причина неотвеченных молитв? Это причина в отсутствии взаимопонимания. Кстати, это очень интересно. Дело в том, что Иисус Христос сказал, что где двое или трое согласятся о чем-то попросить, или двое согласятся о чем-то попросить, я то сделаю. И вот это слово «согласятся», я уже не один раз это отмечал, оно не просто имеется в виду согласие, вот такое формальное, устное. Ну, например, я подойду к брату Андрею и скажу, Андрей, давай помолимся со мной вместе о такой-то нужде. Андрей говорит, скажет, да, хорошо. Вот не об этом идет речь. Идет речь о том, что мы вместе с ним имеем общее согласие. У нас общий взгляд на нужду, у нас общий взгляд, общее понимание. Мы вместе с ним одинаково сопереживаем друг друга. У нас нет между ними огорчений никаких. Мы друг с другом действительно братья. Кстати, возвращаясь к тексту о послании Иакова, когда вот человек заболел, и он приглашает пресвятеров в церкви, и написано «помолиться над ним», да, и написано «признавайтесь друг при другом в проступках». Вот интересно, что в древней церкви была такая традиция очень хорошая, что вот когда пресвитер церкви приходил молиться над больным, вот помазать его елеем, то есть, знаете, вот, например, я вот член церкви 20 лет, и в Еське живу 11 лет, и пресвитером уже сколько-то лет там нахожусь. И вот когда меня пригласят помолиться, ну, разумеется, вот за эти годы какие-то могут быть натяжки с этим человеком, что-то может быть не то, какие-то напряжения. Вот он говорит «признайтесь друг при другом», то есть, наладьте отношения друг с другом, чтобы у вас все было хорошо. Там мысль «ибо осповедание» идет, чтобы ты чистым был, это тоже мысль идет, но там идет речь и о друг при другом, чтобы у вас не было препятствий к молитве, чтобы вы были вместе, соединены, как одна струна, как один аккорд. Вот об этом соединении говорит Христос, когда говорит «если двое согласятся». Знаете, почему молитва первоапостольской церкви, когда апостолов в Синдрионе там угрожали им, почему эта молитва к таким сильным результатам привела? Почему земля аж потряслась, место поколебалось? Написано, они единодушно молились вместе. У них было все общее. У них было не только общее, знаете, на словах, у них было действительно сопереживание друг к другу. Они не оставляли друг друга в бедствии, они продавали имение, чтобы помочь друг другу. У них было общее, они оценивали друг друга как свое. Они были вместе, и поэтому Бог их слышал. Друзья, единодушие – это секрет успешной молитвы. Если у меня есть какие-то переживания по отношению с братом или сестрой, как Христос говорит, ты идешь к жертвеннику и вспомни, что у тебя есть проблемы с каким-то братом и сестрой, что ты сделай? Оставь и иди туда. Почему? Богу угодно, когда мы в единодушии находимся. Богу угодно, когда мы вместе. Вот Иоанн Златоуст, мы знаем, это известнейший риттер, да, или оратор церкви, проповедник, ну, Златоуст, и не зря он так назван. Друзья, вот так он говорит, смотрите, какие интересные слова он говорит. Смотри, то есть обращаясь к своим слушателям, он говорит, смотри, как он, то есть Бог, разрушает вражду, истребляет мелкие расчеты и мирит враждующихся, враждующих, ибо он, то есть Бог, не возвещает только казни, но и обещает благо, великие награды за то, что верующие между собою живут в согласии. Друзья, к сожалению, к огромному сожалению, мы не часто придаем значение несогласиям друг с другом. Ну, поссорились, там, брат с сестрой, там, брат с братом, ну, две семьи враждует в церкви, ну, ничего страшного, ну, ничего в этом особенного нет, ну, можно, чтобы они там просто между собой не общались. Друзья, оно действительно, может быть, внешне ничего страшного не происходит, но молитвы меньше, ответов меньше, Бог не отвечает. Бог, может быть, отвечал раньше много, благословений потоки Бог обещал не спасать, а мы капают капля за капля. А почему? А Бог не желает в своей семье видеть ссоры. Вот я отец, у меня восемь детей, семь девочек и один мальчик, и мне не нравится, когда они ссорятся. Вот мне говорят, папа, отвези нас на море, мы живем на берегу. И вдруг, например, они поссорились, я говорю, какое вам море? Какое вам море? Помиритесь, и поедем на море. Друзья, мне не нравится, когда они ссорятся, мое сердце огорчается, я не хочу ничего делать для каждого из них, если они между собой ссорятся. Помиритесь, и я большие блага вам дам. Друзья, вот так же и Бог, Он смотрит на церковь свою, Он каждого из нас искупил, Он за каждого из нас кровь пролил, Он смотрит на свою церковь, Он молился, чтобы церковь была едина, а мы пренебрегаем этим. Друзья, и Господь, вот Иоанн Златоуст пишет, что смотрите, как Господь учит нас единству, обещая благо за единство, благо от вечных молитв. Если мы, друзья, испытываем недостаток в от вечных молитвах, давайте проверим свое сердце, может быть, у нас с кем-то есть немирные отношения. Да, бывают, друзья, отношения немирные, не зависящие от нас. Так и написано, если возможно с вашей стороны, да, бывают обстоятельства, когда невозможно. Давид говорит, я к миру, к миру, но только заговорю, они к войне, да, такое бывает. Но в целом, очень часто, причина не в этом, причина в нашем нежелании примириться, причина в нашем нежелании как-то может быть себя ограничить в чем-то, причина может быть нежелание пойти к брату и сестре и попросить ему прощения. Вот в этом причина может быть. И мы годами живем в каких-то разделениях, разномыслях, среди молодежи что-то очень часто бывает, какие-то, знаете, грубки, вот этого мы к себе не пустим, этого мы к себе не пустим, это нам не похоже, не подходит и так далее. И вот это разделение происходит в церкви, Господь очень огорчительный, Он смотрит на своих детей, которые разделяются и ссорятся, Ему это не нравится, и Он не отвечает на молитвы. Ну, я не говорю категорически всегда не отвечает, но это препятствие к услышанной молитве. Друзья, заканчивая тему, я хотел бы напомнить, что Господь, всемогущий Бог, вселюбящий Бог, Бог, перед Которым нет никаких ограничений, Бог, Которому подчиняется и земное, и небесное, и преисподнее, для Которого нет вообще абсолютно никаких запретов, ничего для Него нет, Он обещал нам свое всемогущество. Он говорит, если вы будете молиться, я буду слышать вас. Друзья, это просто потрясающий подарок, это удивительнейшая милость, и апостол Павел пишет, мы хвалимся, то есть мы ценим вот эту благодать, и мы, он говорит такие слова, мы имеем доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Я представляю, все знаете, представьте, вот я читал один рассказ, когда это было голодное время, очень тяжелый голод, это был не Ленинград, не блокада Ленинграда, но что-то подобное, страшный голод, люди умирали от голода, и вдруг одному человеку как-то получилось так, что ему был доступ к огромному складу с продуктами, вот он имел доступ к нему, ему открыли, он говорит, в любом моменте ты можешь приходить и для своей семьи брать, и он описывает в своих дневниках, что когда я первый раз увидел, я был поражен вот этим богатством, что есть, какой-то склад хранился запасов, и ему дали доступ на этот склад. Вот тоже самое примерное в наше время, Бог богатый милостью, всемогущий, неограниченный ничем, он открывает нам доступ к своей благодати, к своим щедротам, он открывает доступ к всему, что он имеет, он говорит, пожалуйста, берите, пожалуйста, я могу дать это. А Павел пишет, мы имеем доступ к благодати, в которой и стоим, то есть мы не уходим за пределы этой благодати, то есть мы так и пользуемся этим. А вот Иаков открывает четыре причины, которые закрывают нам доступ к этой благодати. Бог открыл, а вот эти причины являются препятствием. Мы не можем воспользоваться этим доступом. Мы не можем к этому доступу обратиться. Вот эти врата небесные закрываются перед нами. Бог не хочет нам их открывать по этим четырем причинам. Какие причины, друзья? Первая причина, когда мы просим не на добро. Когда у нас другие цели, другие желания. Когда мы хотим угодить своим вожделениям. Когда у нас нет желания получить действительно доброго того, что хочет Бог. И это закрывает двери Бог не будет нам давать то, что нам причинит зло. Второе, друзья, та причина, по которой закрываются двери вот этих гигантских источников благодати это дружба с миром. Нам нужно выбрать. Да, в мире есть определенные преимущества. Там что-то попроще, что-то полегче, что-то поприятнее. Но давайте выберем. Или вот это временное наслаждение, или доступ к огромной Божьей благодати. И туда и туда не получится. Бог говорит, если ты питаешься там, не питайся у меня. Дружба с миром это то, что закрывает нам доступ к Божьей благодати, к Божьим ответам на Божьи молитвы, на наши молитвы. Друзья, дальше это мысль о том, что мы слишком гордые. Мы не хотим смиряться, мы не хотим слушаться, мы не хотим подавить свое мнение, самомнение, какое-то тщеславие. Так и написано в послании Акова, а вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Да, друзья, гордость это зло, тщеславие это зло, надменность это зло. Оно делает нас врагами Богу и закрывает нам доступ к Его ответам на наши молитвы. И последнее, друзья, мы говорили о том, что Бог очень хочет, чтобы мы были в единстве, чтобы мы прилагали максимум усилий, чтобы мы не только назывались братьями и сестрами, но и были братьями и сестрами, чтобы мы были одной цельной, единой семьей. Это непросто, но Бог этого хочет. И это условие успешных молитв. Друзья, я бы призвал сейчас помолиться с вами вместе, у кого есть желание, помолиться о том, чтобы нам, во-первых, поблагодарить Бога за то, что Он нам открыл себя, открыл доступ к себе, дал возможность молиться Ему. И Он слышит наши молитвы, вникает в них, и блажен народ, у которого в Господе есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Написано, Он с небес, на которых виседает Господь, презирает на всех сынов человеческих, да, и Он вникает в сердца их и в дела их. Друзья, это очень большая милость к нам. Поблагодарим за это Бога и попросим прощения за то, что какие-то из этих причин, о которых я говорил, они закрывают нам дорогу к Богу. И попросим у Его силы, чтобы нам преодолеть эти причины. Встанем, поможем.